Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент и это Алан Уэйк, второй эпизод, дополнительный эпизод, мы продолжаем скитаться по воображению Алана Уэйка, которая сводит его самого с ума. Выход найти здесь практически невозможно, но у нас ведет Томас Зейн, который сам не смог выбраться, но видимо пытается помочь это сделать нам. Ну что, давайте продолжим. Так, открылась дверь. О, в магазине, бензоколонка Стаке, это не то, что мне хотелось увидеть, но очевидно за рулем был не я. Вот уж действительно, боеприпасы. Так, и энергия. Давайте все это соберем. Еще одно воспоминание стало реальностью. Так, на охотничье ружье, а сколько патронов у охотничьего ружья? Одиннадцать. Несерьезно. Че там не хотел даже? Нет, я лучше с дробовиком побегаю. На него патронов больше. И это потом, если где-нибудь, че-нибудь, да как, то поменяем. Так, не открывалась дверь, выломали нафиг. По крайней мере, маяк был гораздо ближе. Нужно было как-то пробраться наверх. А как это сделать? Ведь здесь творится чертовщина. Так. Ё-моё. Ой-ёй-ёй. Круто. Так, есть. Готовчик. И еще один красавчик. Все. Разобрались. Как нам это сделать? Да вы гляньте, сколько их тут. Их тут просто целая куча. На. Ой-ёй-ёй. Черт за это. Че тут все взорвалось нафиг. Устроили тут погром воображения. Фонары беги. Где фонары? Черт. Ни хрена себе. Вот это там я устроил. Ладно. Куда теперь? Тихо. Тихо. Куда идти-то? Вот сюда. Так, проволока. И тут. Ни хрена. Че-то сделали. А че сделали? А, энергию. Понятно. Понял принцип. Так, вот боеприпасы у нас, естественно. Да. Здорово. Давайте спустимся. Опа-на. Так, подбираем. Другое дело. Че это? Че это такое? Не получится запустить? Нет? Нифига. Че это? Ну-ка. У погрузчика для бревен отсутствовало питание. Ай-яй-яй. Значит нам надо идти по проводам и восстановить его. Ну, я понял. Сейчас мост сделаем. Так. Отлично. Ты че, охренели? Давай. Так. Тихо. Давай еще раз. Так. Превосходно. А вот и здоровяк. Надо его теперь выжечь. Так. Валим. Готов. Хорошо. 16 фальшфейров. Фу. Фу. Ё-моё. К нам тут никто не подойдет близко. Так. Все. Все подтянули. Старт. Раз. Нет. Раз. И два. Все. Готово. Зажегся свет. Сейчас мы еще туда добежим. Тоже включим. Нам нужно добраться до маяка. Потому что вроде как там выход с этого безумия. Мы-то находимся то ли в темном обители, то ли у себя в голове. А похоже, что это одно и то же. Все вместе и сразу. Так. Переместить. Ну, давайте переместим. Ага. Все. Так. Отлично. Опускаем. Все. Другое дело. Что это? Что это такое? Тихо, 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 тихо. А то еще мало ли там оторвется. Ну, куда? Нам можно и туда, можно и сюда. Здесь есть что-нибудь? Здесь ни хрена нет. О, мост. Да еще и ярко освещенный. Правда, конечно, в красных тонах. Свет. О, Томас Зейн. Та часть тебя, что всем управляем, сейчас в коттедже. Спит безумным сном. Не очень-то мне это и нравится. Та часть Алана Уэйка, что способна разумно мыслить и планировать. А, мы эта часть. Вот почему я говорю с тобой. Если эта часть сможет перехватить контроль, у тебя есть шанс добраться до цели. Но часть тебя хочет сдаться. Там, в забвении сна, так уютно. Ты та часть, что не готова сдаться и погибнуть. Подожди, ты хочешь мне сказать, что я не настоящий? Ты такой же настоящий, как и все остальное в этом месте. Значит, тут два меня? Да. И это твой мистер Скрип, это тоже я? Нет. Зейн, ты что, издеваешься? Это не моя история. Как же не твоя, когда ты это написал про меня и про щелкунчика? Я этого не писал, ты направил меня к той странице. Ты поручил у Ирбеичи. Да, она была необходима. А тебе был нужен щелкунчик, но я не... Что? Не понимаю. Алан, тебе нужно идти дальше. Что-то все так запутано стало. Так, ну, картинка сильно приснилась. В кавычках, разумеется. Потому что черт знает, что творится. Я уже сам не пойму. То мы выдуманы, то мы не выдуманы. Теперь нас тут двое. В принципе, неудивительно. То Том и Зейн здесь, то там. Вообще, черт знает, что творится. И, знаете, реально запутаться можно. С вами-то, ребятам, все ясно. Фонарик, пуля. Вам больше не надо. Поднимаемся. И о чем-то Зейн умалчивает. Определенно. Так. Отвали. Готово. Что тут у нас? Ничего интересного. Ладно. Все выше надо подниматься. Давай. Бумкни. На. Как здорово-то, а. Ты что еще бегаешь? Ты уже должно там... Должен там уже все испариться от такого взрыва. Так. Поднимаемся выше. Какой-то бесконечный мост. В общем, по сути, что тот персонаж, что этот, одно целое. Мост тонул под порывами неестественного ветра, словно предвещал явление врага. Уэйку, не выйти отсюда живым. Какой насос? Тут насос. Помповое оружие. Причем здесь насос тогда? Странно. Раскрошить. Оооо, как круто. Раскроши. Бумкни. Так. Еще раз. Раскрошить. Все сломали. Так. Давай, стреляй. Все, другое дело. Бум. Так. Превосходно. Ну что, б тебя. Поздняк метаться. Придется мне вас мочить. Так. Раз, раз, раз. Готов. Так, ну и остался ты. Здоровяк. Оба-на. Увернулись. На. И еще раз. Готов. Все, двигаем, двигаем к спасительному лучу света. Так. Отлично. Зейн снова здесь. На ветке сидит. Минуту. Тут я могу тебе помочь. Ну давай. Чем поможешь? Ветку свалил. Ни хрена ты управляешь. Черт, ты там что делаешь? Как ты это делаешь, черт возьми? Действительно. Вот и даешь. Это все равно, что учиться управлять своими снами. Есть связь. Ты был в моем сне? Да, я научил тебя. Ты исправил глупую ошибку, допущенную мной с Барбарой. Барбару. Так. Инструменты. Хорошо. Томас Зейн, конечно, да. Можно посочувствовать. Он заперт в этом мире, и он вряд ли когда-либо сможет выбраться. А все было сделано с одной целью, чтобы не упустить темную сущность. Ну и сам он, конечно, не по своей воле, чисто случайно допустил, скажем так, просчет. И пришлось исправлять все это нашему герою. Так что... Все мы тут натворили делов. Черт. Черт. Все. О-о-о-о. Круто. Гори. Так. Готов. Так, ну и осталось с вами разобраться. Ой. На тебе. Да что ж за хрень-то? Бедется мне вас так валить. Так. Где еще один? Ща я его. О-о-о. Кто-то вот кидается? А кто... А-а-а. Вот ты где. Засранец. Сдох. Нет, не сдох. Ладно, доберусь до тебя. Если получится. Вспышка. Так. Какая-то странная вспышка. Ух ты. Засранец. Двигаем, 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 двигаем. Есть. Что-то вас больно много. Есть. Еще одну. Так. Давай. Так, вот. И еще раз. Так. Да сколько ж вас загрызли нафиг. Просто заклевали. Целые стаи. Иногда, я не знаю, они навалятся прямо толпой и хрен его знает, что с вами делать. Что мне может тут постоять? Под лучами спасительной вспышки. А, нет, надо зажечь. Так. Вспышка. Давай, жги. Жги. Так. Неплохо. Есть. Все. Испепелил. Черт. Зараза. Вдохни. Так. И ты остался там у нас. Три пули. Переходим на дробовик. Пока не поздно. Так. На. Тебе. Все. Готовы. Двигаем. Так. Наконец-то. Луч света. Можно и здоровье восстановить, и передышку взять. Патроны мы где-нибудь раздобыть для пистолета. Это да. Ну ладно, дробовик есть, хоть это радует. Выкрывался к свету. Все без толку. Ему не добраться до света. Загасить его можно так же легко, как ту сам вещь, которую он, как он надеялся, спасет его. Е-мое, свет пропал. Даже когда свет погас, мне осталось только одно, идти дальше. Так. Понял. Надо бежать. Так. Есть. Тихо. На тебе. Куда ты? Е-мое. Ух, Аллан, Аллан. Гимнастикой тебе заниматься надо хотя бы. Давайте не ходить вокруг да около, у вас серьезные проблемы, Аллан. Да, да. Я так рад, что вы решили ко мне вернуться. Все. Свет пропал, я нихрена не вижу. Что такое? Аллан, поскольку вы решили говорить без утайки, позвольте мне подчеркнуть, как я рад, что вы сделали этот шаг. Я хотел бы обрисовать ваше состояние. Разумеется. Так. Пожалуйста, скажите мне, если посчитаете... Так, начнем, пожалуйста, очевидно. Автомобильная авария. Последствия невылеченной травмы головы. При всем моем уважении к доктору Нельсу, он все-таки не нейрохирург. Они могли оказаться куда значительнее, чем вы себе представляете. Это точно. Голова так и раскалась. Потом ваше прошлое злоупотребление алкоголем, которое в сочетании с хронической бессонницей, привело к приступам галлюцинации и серьезнейшему расстройству контроля над побуждениями. Это опасное сочетание. И ваше жене оно причинило даже больше страданий, чем вам. Я знаю. Она действительно страдала. Вряд ли будет преувеличением сказать, что вы находитесь в состоянии всеобъемлющего отрицания. У вас живое воображение. Оно наделило вас обликом трагического героя и позволяет сложить с себя... Чё? Ответственность за свои поступки. Вы беретесь за решение воображаемых проблем и тем самым уклоняетесь от проблем реальных. В своих заблуждениях вы настолько зациклились на себе, что ваши личные проблемы стали средством для спасения Элис или даже всего мира. Доктор Кармен, вы... Вы в самую точку угодили. Мне даже возразить нечего. Ну да, ладно. Это всё очевидная вещь. Но я не хотел бы подробно на этом останавливаться. Но видите ли... Хотя... Не, нет. Я понимаю. Я не должен уклоняться от правды. Слушайте, может надо это всё... Нет. Вот-вот, Алан. Вы так усердно и изобретательно себя обманывали. Что же вам это дало? Вы отвергли моё предложение помочь. И вот... Помогло ли вам ваше упрямство? Короче, Эд хочет нас загасить, безумная часть. Нет. Нет. А, Элис, оно помогло? Стало ли вашей жене от него лучше? Наверное, нет. Наверное? Странно. Давайте выясним наверняка. Я ведь с ней беседовал. Она кое-что оставила для вас. Ух ты, должно быть, это здорово. Запись. Ну-ка. Используем. Аллан, я всего лишь хотела помочь тебе. Я терпела всё это дерьмо, которым ты меня поливал. Я пыталась вникнуть в твои барские истерики, выносила твои капризы и твой бесконечный, всеоправдывающий творческий кризис. Ненавижу твоё мальчишество, высокомерие и эгоизм, которые сводили на нет все мои попытки вытащить тебя из ямы, которую ты сам же себе и вырыл. Ненавижу тебя за то, что ты бросил меня в темноте на единицу с той кошмарной, свихнувшейся стервой. Тебе всего-то и надо было, что раз в жизни притвориться любящим человеком и остаться со мной. И думать меньше о том, как быть поэффективнее хлопнуть дверью и больше о том, чтобы со мной ничего не случилось. Не знаю, куда ты там ушёл, но это не важно. Не хочу знать, вряд ли когда-нибудь от всего этого оправлюсь. Единственное, что мешает мне покончить с тобой, это надежда никогда тебя больше не увидеть. Это всё обман, мне кажется. Это всё в выдумках. Ох, мне, мне возразить нечего. Наверное, лучше мне остаться здесь, если я не хочу окончательно загубить ей жизнь. Алла, я считаю, достигнут значительный прогресс. Я очень, очень горожусь вами. Это всё чушь! Всё это чушь! Что там за окном? Инструменты. Это всё чушь. Нас пытаются, скажем так, запутать, чтобы мы... Стойте. Выход. Инструменты. Ну давайте. Будем двигаться. Голос лгал мне. Я знал, что спас Элис. Мне это удалось, и только это имело значение. Всё в том, что я слышал, не было правды. Ещё один зловредный призрак, только и всего. Он бил по больному месту, но тем твёрже была моя решимость от него отделаться. Я не хотел становиться тем, чем был раньше. Я должен был выйти к свету. И мы выйдем к свету. Только надо сначала как-то... Так, сюда что ли? Так. Забираемся. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ёлки-палки! Всё просыпал. Господи, хотя бы пистолетные патроны остались. Дрожь! Так, давайте-ка аккуратно спустимся. Слава богу, хотя бы патроны для пистолета не ускользнули. Хотя, ещё чуть-чуть бы. И ускользнули. Так, дрожь. Ага, надо, значит, видимо, наверх всё-таки подняться. Тихо. Аллан, ты так прям по отвесной скале ходим. Ещё чуть-чуть и точно оступимся. И всё тогда. Не выйдем мы к свету. Господи! Это же тот самый самолёт! С которым я думал. Ёлки-палки! Как же достать тут лут? Кстати, я только сейчас что-то заметил. Тут в этой игре нет нычек. Вообще нет. Надо добраться до маяка. Ребята, оставьте меня в покое. Просто надо, мне кажется, отсюда сваливать, пока совсем поздно не стало. Так, свет. Так, свет. Свет. Беги, Аллан. Так, нормально, пробрались. Успели. Прекрасно. Прекрасно. Большая часть пути позади. Так. Так, осталось ещё немного. Тебе нужно обрести полную власть над своим разумом. Отбрось все фантазии, что ты взрастил. Что ж, это я, пожалуй, смогу. Много я всякой дряни здесь видел. Она задевается живой. Мне больно. Врать не буду, но зато больше нет сомнений. Я знаю, что это подделка. Хорошо, ты осознал правду. Но та часть тебя, что жаждет саморазрушения, всё ещё в плену иллюзий. Так что не теряй бдительности. Иллюзии не станут меня опасными лишь от того, что ты чувствуешь их лживость. Я справлюсь, у меня нет выбора. Держи. Мне дальше не пройти, но вот это тебе пригодится. Спасибо. Так, что там? Память, поджечь... Так, что такое? Там что-то летает. Давайте сначала память. Эй, знаешь, что я тебе скажу, Аллан? Я знаю, как у тебя голова работает. Ты устраиваешь очередной скандал, потом начинаешь думать над тем, что он творил, и у тебя в голове рождается очередной триллер. Так ведь? Ладно тебе, всё не так. Именно так. Я тебя изучила, ты законченный неудачник. Я ненавижу тебя. И что бы ты тогда ни сделал, я никогда не прощу тебя. Или я не права, а? О, господи. Видишь? Я тебя знаю, но, Аллан... Всё это в твоём воображении, поверь мне. Я люблю тебя, и я никогда тебя не покину. И это правда, ребят. И свет зажёгся. Надежда зажглась. Так. Они продолжали подступать, их было слишком много. Бесчисленные орды, наводнившиеся окрестностей и жаждущие крови. Так. Так. Давай. Ломай. Так. Ух ты! Ни хрена себе свет вас всех опалил. Так. Ну, поскольку... Маяк надежды нам... Помощь. Так. Очистить. Всё очистим. Ух ты! Нормально так. Я вам скажу. Так. Что-нибудь ещё. Так. Надо вон тот вот тоже очистить. Есть. Ну чё, ребят? Вы думаете сможете остановить? Да свет вас всех выжжет. А. Нашёлся один несчастный. Но тебя я сам замочу. Так. Двигаем, 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 двигаем. Расчищаем весь путь. Так. Отлично. Теперь всего-то нам надо... Ох ты! Очистить. Есть. Превосходно. Двигаем, двигаем к маяку. Ох ты, чёрт. Так. Отлично. Ох ты! Ублю так. Так ведь могут и убить. Давайте-ка воспользуемся возможностью. Луч. Есть. Нехило вас так тут... Коцнуло. Так. Побежали. Побежали. Есть. Очищай. Очисти мир от тьмы. Спасительный луч. Так. Давай. Всё ломаем. Сейчас самое главное... Очищать как можно больше. Так. Нормально вас обдало так. Так. Давай, 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 давай. Сейчас надо просто оставаться в живых, а луч сам всё сделает. Так. Нормальненько. Так. Так. Ещё лучше. Давай, жги всё. Всё, жги. А я побегу. К лучу. Ха, сгорел. Нормальный так луч бьёт, я вам скажу. Маяк. Я успокоился, когда добрался сюда, но я не знал, что случится дальше. Давайте посмотрим, что у нас случится дальше. Так. Возьмём-ка дробовик на всякий случай. То, что тут пространство узкое. Мало ли чего. Зейн покинул меня, я понятия не имел, что с ним сделала тёмная сущность, что он не смог пойти со мной. Но так или иначе, я теперь остался один, и всё-таки он довёл меня до сюда. Я бы не смог проделать этот путь в одиночку, конец был уже близок. Ждать его оставалось недолго. Да неужели? Ну. Давайте посмотрим. Зейна, конечно, жалко вообще. Заперт оказался. Вот в самой заднице. Мы-то... У нас какой-то хоть шанс есть, а тот... А тот, к сожалению... Чё это такое? Взобраться по лестнице. Ну, давайте взберёмся. Посмотрим, что у нас тут. Так. И где мы? Это где мы очутились? Ого. Выбрались, называется. А-а-а. Мы возле... Возле домика этого. Где находится? Такое изменение обстановки меня удивило, но не сильно. Я начинал понимать символический смысл. То, что представляла собой тёмная обитель. Так. Ух, Аллен, смотри, какая красота, а. Да уж, это что-то. Мост. Давайте подождём. Так. Ух ты, мост какой, а. Красота. Так. Барри. Слушай, Алл, я в несколько расстроенных чувствах. В смысле? Чё с тобой? Что? Значит, теперь ты дружишь с Зейном? Я чувствую себя покинутым. Это смешно, ты же даже не настоящий. Это не значит, что я вообще ничего не чувствую. Так, опять телек. Главное, тебе нужно проявить здравомыслие. Отбросить фантазии, понимаешь? Так вот, мне ужасно неприятно это говорить, дружище, но я одна из них. Отлично, тогда ты останешься один. Пока. Да. Аллен, я хочу сказать, что единственный способ попасть в коттедж, это убить меня. Это из серии «Я тебя породил». Ну чё, возьми, великий писатель, это ж не... Тебе ж к этому не привыкать, верно, да? Это проявлялось во всём. Даже люди, которых Уэйк знал, даже друзья, обращались против него. Все были против него. Ну что можно сказать о тебе, если ты отчаянно не желаешь стать лучше? Ага, Барри. Вот так я зарабатываю свои 15%. Не, Барри. Не в этот раз. Замечательно, ты же сам же создал себе воображаемого друга, а теперь даже не понимаешь, не можешь с ним ужиться. Ал, искусство общения, ты ведь мастер? Чё-то, походу, там совсем всё худо. Ёлки-палки. Давайте избавим от творческого кризиса. Так. Ёлки-палки, выгонки, сколько тут всего? Сколько здесь... Так, выдержать нападение. Так. Надо его вальнуть. Ух ты, шустрый. Это же, по-моему, этот доктор Хартман, да? Так. Так. Стой-ка. Чё ты насыщешься? Успокойся. Хартман. Не носись ты, как угорелый. Дай тебя... ...в объектив взять. Есть. Так. Боже, ну какой же ты быстрый, а. Всё, попал. Пришло время кони удвинуть. Ещё раз. И ещё раз. Готов. Вот так вот бывает. Что случилось? О-о-о. Чёрт, замечательно. Опять эти вороны. А куда делись мои эти? Куда делись... Так. Гитаристы, а? Это два брата гитариста. Так. Сдохни. Гитаристы хренов. Так. Так, стойте. Надо как-то... Да что б тебя? Выгорай! Есть. Есть. Ещё раз тебе. Готово. От одного избавились. Так, патроны собирай. Отлично. Вали его! Есть. И вот так вот понеслась. Всё. Жуть. Патроны. Куда мои ракетницы делись. Так. Чё-то треснуло. Нет ничего трогать. В том, что ты вынужден... В буквальном смысле платить своему лучшему другу. Так. Отвали. Тебе понравится. Понравится. На. Ты не настоящий барин. Не настоящий. Аллан, моё терпение на исходе. Так. Сколько ж вас тут... Вы гляньте. Да он весь тьмой кишит. Как же мне его... А, только усиляющим режимом. Ох ты, зараза. Так. Есть. Как же тебя... Увернулись. На. Всё. Ты просто стал прозрачным. Ну, не менее, осязай ему. Алл, богом клянусь, ты меня с ума сведёшь. И чтоб вас... Так. Где? Где барин? Так. Готово. Так. Валим, валим, валим. Белки-палки. А у меня-то зарядов-то не густо уже осталось. Надо где-то срочно искать боеприпасы. Батарейки литиевые. Помощь. Так. Жгём. Где ты там? Вот шустрый, а. Выгораем. Просто сносим его и всё. Ни хрена себе он. Чё ты с ним встала? Он реально ускорился. Так. Где он там? Вон он. А, зараза. Так. Надо тебя как-то в объектив просто поймать и всё. Чтоб ты... Не носился там. На радостях. Так. Практически. Практически снесли. Так. Стоять. Есть. Готов. Раз. Два. Три. Четыре. Чё, опять появишься? Откуда-нибудь. Так. Чё-то случилось. Чё-то случилось. Войти в дом. Ну, давайте войдём. Какого хрена телек? А, телек сгорел. Ну, всё ясно. Давайте зайдём, глянем, чё там у нас. Так. Всё опирается в этот дом. А конкретно второй этаж. Место, где находится машинка. Где я? Почему это происходит со мной? Так. Тут слишком темно. Где я? Не пойму, куда идти. А вот и он, второй. Почему это происходит со мной? Не могу, куда идти. Тут слишком темно. Почему со мной всё это творится? Тихо. Успокойся. Так. И вдруг мой разум прояснился. Зейн был прав. Я снова мог мыслить здраво. Так. Но у меня не получилось бы выжить в этом месте тем же способом, что у него. А второй раз я уже не мог. И мог и не выбраться. Потянуть это место непростая задача. Может быть, даже невыполнимая. И... Что нужно сделать? Переписать всё. Чуть-чуть, и мои безумные мысли снова вырвались бы на волю. Заблудиться в тёмном обителе было просто как нечего делать. Так, и он принимается... Ну, написание. Раньше я был готов свернуться клубочком и умереть. Позволить себе угаснуть. Но... Но теперь передо мной разворачивалось будущее. Ещё не написанное. Будущее. Продолжение. Ухода. Ага, история... Меня зовут Алан Уэйк. И я писатель. Всё. Здорово. То есть, как бы намекают, что ещё будет продолжение. Скорее всего, так оно и будет. Ну, думаю, всё, ребят. Думаю, давайте здесь мы на этом закончим. Потому что конец второго дополнительного эпизода. Третьего нету. И... Будем ждать выхода новой части. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если всё ещё не подписаны. Ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Всё, друзья. Всем пока.